Друзья, благодарю за приглашение. Карина Александровна попросила меня сделать некое резюме моего видения стабилизации Южного Калказа и что для этого нужно. Я согласен с вами, что это вопросы напрямую связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. И для того, чтобы за эти несколько минут представить вам свое видение, давайте сначала посмотрим, что мы наследовали на Южном Калказе и где мы находимся сегодня. Мы наследники тяжелейших последних 30 лет после развала Советского Союза и нескольких дымящихся, летлящихся, неурегулированных конфликтов между Арменией и Азербайджаном, внутри Грузии, как мы считаем, с нашими сепаратистскими регионами. И все это ложится на доктрину глобалистов-англосаксов по противостоянию цивилизации суши или Евразии через поджигание как можно большего количества костров вокруг этой самой Евразии, частью которого является Южный Калказ. При этом у Запада, на мой взгляд, как это часто у них бывает, достаточно противоречивая повестка дня, потому что с одной стороны им нужен стабильный тоже вроде Южный Калказ как важнейший коридор для экспорта или транзита энергоресурсов из Средней Азии и Каспийского региона, с другой стороны они преследуют упомянутую мною цель, названную разными терминами, это и огненное кольцо анаконды, и дестабилизация зоны Римланда против Хартланда, назовите как угодно. За последние 20 лет возник новый фактор, который доселе не существовал, это интересы Китая, ибо концепция «one belt, one road» или «один пояс, один путь» как альтернативный коридор экспорта китайских продуктов уже не нефти, не энергоресурсов, а именно производимых Китаем товаров в один из главных для Китая рынков, то бишь Западную Европу, тоже проходит, в том числе и через Кавказ, и появился еще один мощный мировой игрок, который вроде ратует за то, чтобы на Южном Кавказе все было стабильно. Вот это и есть наше наследство. Добавим к этому неурегулированные вопросы, то, что мы называем территориальной целостности Грузии и постфактум последней фазы напряжения или военного конфликта в Карабахе, где Азербайджан, как он это называет, восстановил свою территориальную целостность почти полностью, а как Армения это называет, хотя она уже признала территориальную целостность Азербайджана. В этой палитре есть несколько зон нестабильности, которые я бы хотел обозначить и перейти к такому экспрессу, очень короткому анализу, что можно противопоставить. Ну, во-первых, никуда не делся армяно-азербайджанский конфликт, мы видим дрифт или отклонение Армении как следствие последней фазы конфликта от России в сторону Запада, мы видим возросшую активность Франции, ищущей, если хотите, компенсации своего международного резюме после потери своих позиций в Африке для того, чтобы сыграть какую-то новую глобальную роль за коллективный Запад на Южном Кавказе, и это одна зона безусловных рисков. Вторая зона рисков на моей родине – дестабилизация тлеющих конфликтов внутри Грузии. Слава Богу, с началом СВО Грузия смогла доселе противостоять давлению Запада и не втянуться в обострение, дальнейшее обострение отношений с Россией. И, конечно, в этом смысле моей карты в руки, хочется надеяться, что это хрупкое состояние будет выдержано, хотя очень тревожно, потому что давление на Грузию со стороны Запада растет из месяца в месяц, из года в год. В этом году у нас под выборов. На мой взгляд, предложенный формат 3 плюс 3, в котором участвуют три южнокавказские страны – Россия, Турция и Иран – является оптимальным прототипом или эмбрио стабилизации региона, если туда добавить еще двух игроков – коллективный запад в лице кого-то и Китая. Наше видение, скажем так, консерваторов, традиционалистов Грузии и будущего Кавказа – это кавказоцентричная Грузия и Грузиоцентричный Южный Кавказ, внутри которого анонсируется то, что доселе было табуировано в Грузии, предложение о нейтралитете Грузии в обмен на ее реинтеграцию. И здесь сразу возникает вопрос доверия, деньги утром, стулья вечером и так далее. И, конечно, коллективный запад, особенно англо-саксонская часть запада будет резко против такого развития событий, потому что в этом раскладе нужда в западе, как в кавычках возьмем защитника интересов Южного Кавказа, резко сократится, будем надеяться, что эта повестка дня обретет смысл в ближайшие годы или месяцы даже, и что нам удастся избежать дальнейшей дестабилизации, подобривающей России или регионы Кавказа. Благодарю вас. Продолжение следует...